Это мы вырежем. Не вырезать. Как забери собаку. Она милая. Может, у нас просмотров больше будет. Всем привет! С вами Никита Ньюс. И сегодня мы выходим с опозданием, потому что у нас были технические неполадки. Одна из них — вот эти великолепные микрофоны и микшер, который внизу. Мы его ждали, поэтому не могли начать съёмку. Поехали! Вышел трейлер документального сериала о скандалах Джонни Деппа и Эмбер Хёрд. Стриминговый сервис Netflix показал трейлер документального мини-сериала «Депп против Хёрд». Проект будет состоять из трёх серий. Зрителям расскажут о громком судебном разбирательстве бывших супругов, за которым следил практически весь мир в 2022 году. Премьера документалки состоится на платформе 16 августа. Я тоже смотрела судебное разбирательство, они прям шли в прямом эфире. Было интересно. А кого они... Так как и сторона обвиняемого, и сторона защищаемого это актёры, интересно, если они договорились прям с ними, чтобы они играли самих себя. Это было бы забавно. И очень часто мы видим такие пары, которые как бы собираются на кино площадке, где они снимаются, вот после съёмки, они начинают встречаться. Было бы забавно, если бы они снова сошлись вместе после того... После своей документалки? Да. Но я не думаю, что они хотят видеть друг друга после этого, что у них было. Я не думаю, что Хёрд согласится. Мне интересно, будет ли там Илон Маск. Я не думаю, что Джонни Депп согласится. Я думаю, что Эмбер Хёрд уже будет браться даже за рекламу там. Но смысл в том, что эта вся история выставит Джонни Деппа в хорошем свете, а не её. То есть ей и её репутации не очень выгодна эта вся история, а вот Джонни Деппа, я думаю, выгодна. Ой, слушай, зная Netflix, они сейчас перекрутят, что там Джонни Депп был неправ, наверное. Ты смотрел онлайн-трансляции, что там творилось? Нет, я не смотрел онлайн-трансляцию, но я слышал. Хёрд уже ничего не исправит. Я слышал. Ну и так, просто следил за новостями. А как они так быстро снимут это всё до августа? Я думаю, что ни Джонни Депп, ни Эмбер Хёрд участия брать не будут. Да, это понятно. У меня здесь этого нет, но я читала, что они будут ставить в документалку реальные кадры из зала суда и какие-то реальные моменты. Ну да, это интересно, так как мы смотрели вот этот вот изобретая Анну сериал. Ну, это было достаточно такие интересные, они показали вот историю от этой женщины. Я думаю, это будет что-то наподобие такого же сериала. Так что может получиться что-то очень интересное, может и не получиться и ничего и неинтересного. Apple TV Plus выпустил трейлер мультсериала по версии веб-комиксов Strange Planet. Два милых инопланетянина пытаются жить как люди и узнают абсурдность человеческих традиций. В продюсерах значится Дэн Харман, один из авторов Рика и Морди. Премьера состоится 9 августа. Заряд милоты — это то, что нужно в эпоху надоевших экранизаций комиксов. Картинка очень милая, и мы будем смотреть этот мультик, всё, что я могу сказать. Смотри, какой он миленький. Какая разница. В смысле? Ну, я не знаю. Ну, мне кажется, что сюжет интересный. Как-то ты очень кайфанула от этой новости, я не понимаю твоего удовлетворения. Они миленькие, смотри, я поставлю вам картинку. Конечно, поставь, пожалуйста, Аня, картинку этого постера сериала. Спасибо. Они будут высмеивать странность человеческой культуры. Ну и что? Ну, много сериалов. Они люди, создатели сериала — люди. Я понимаю, но Симпсоны высмеивают. Любой мультсериал высмеивает. Ну, классный мультсериал высмеивает. То есть я думаю, что это будет что-то крутое. Фурор, то есть, будет, да? Думаю, да. Но я не уверена, мы просто посмотрим. Ну, одно из двух, как всегда. Да, либо будет очень интересно, либо не очень неинтересно. Да, глянем, что там будет. Лондонский суд оправдал Кевина Спейси по всем девяти обвинениям в сексуальных преступлениях. Это было четырёхнедельное разбирательство, в котором трое мужчин заявили о том, что он агрессивно их ощупывал, а четвёртый сказал, что Кевин Спейси занимался с ним оральным сексом без его согласия у него в квартире. И он оправдан. Что там по культуре отмены? Я против. Ты как? Да, вот это вот всё, что сначала отменять, потом... А садочек всё равно остался. Сначала вот это отменять, потом оправдывать. Это, конечно... Ангус Клауд, актёр наиболее известной своей роли в молодёжной драме HBO «Эйфория», умер в возрасте 25 лет, как подтвердила его семья в понедельник. Я не смотрела сериал «Эйфория», но вся моя новостная лента в Инстаграме и Фейсбуке была в этой новости. Отчего он умер, не сообщают. То есть просто сообщили журналистам, что умер парень 25 лет, и он, знаешь, где он жил, откуда он родом? Он родом из Окленда. Сосед наш получается. Да. Ещё есть такая информация, что у него не так давно умер отец, и, как заявляют, он боролся с потерей. То есть как бы прямо не говорят, от чего он умер, но боролся с потерей. А ты знаешь, как его взяли в этот сериал? Как? Он просто шёл по улице, и его остановили и предложили роль в сериале. Он сначала думал, что это скам. Конечно, скам. Так это оказался не скам. Он сначала познакомился там с продюсером, с генеральным директором, и потом аж он поверил в то, что это правда, его приглашают в сериал. Ну неужели актёры закончили, чтобы брать просто с улицы какого-то парня? Ну он такой, как бы, интересная внешность человека. Вот, он шёл по улице Нью-Йорка, когда его заметила кастинг-скаут Элеонора Хедрик. Сначала Клауд сопротивлялся, подозревая мошенничество, а затем встретился с директором по кастингу и создателем сериала, и в конечном итоге сделала его партнёром по фильму вместе с Дед Найей в течение первых двух сезонов. Очень жаль, что такое произошло. Найк выпустит кроссовки с открывашкой для пива. Она находится сзади в обновлённой модели Air Force One Low. Похоже, нужно наклониться к пятке, чтобы открыть бутылку. Любители пива смогут оценить новинку уже в ближайшие недели. Инновации, которые мы заслужили? Ну, я не знаю, насколько это, наверное, настолько же полезно, как и встраивать чат джипити в велосипед. Зато всегда под рукой. Ну, окей, под рукой. А это... Придумай один случай, когда тебе в кроссовках нужна открывашка. Ну, знаешь, сколько случаев, когда ты хочешь открыть бутылку вина, и у тебя нет открывашки. Открывашка от пива? Нет, я о том, что открывашки нужны. В кроссовках? Спорно, спорно. Лучше уже купить телефон... Если ты так любишь пить пиво, и у тебя нет никогда открывашки под рукой, лучше купить чехол на Алиэкспрессе с открывашкой для пива. И это будет намного удобней. То есть они хотят сказать, что вот, у них коллаборация с каким-то пивным... Нет, вот просто зайди, открывашка. Они даже не заработали на этом. То есть пойдём побегать и ещё пивка лупнем по дороге, да? Да. Ну, это, наверное, студенческий вариант кроссовок. Зожники. Создан самый продвинутый искусственный интеллект в генератор речи. В этом сервисе доступно больше 900 голосов, которыми можно озвучить текст. Поддерживается 192 языка, включая русский. Можно легко настроить скорость, паузы, эмоции, интонации и акценты. А файлы скачать в mp3 или в вауф. Или в вауф. В общем-то, заходила я, хотела поиграться, сделать нам заставку голосом. Но новое обновление поддерживает только английский. Там очень много разных интересных и неприятных иногда акцентов. Я про британский, если что. Но чтобы перейти к русской версии, как бы на русском языке озвучку сделать, тебе надо перейти в старую версию. Там есть отсылка. Так. И где сэмпл? В итоге я всё же зашла на сайт, и этот генератор речи оказался очень классным. У вас есть два бесплатных скачивания на аккаунт, но русский работает только с премиумом. Ну, я о таких озвучках ещё не слышала, чтобы такое количество голосов поддерживалось и такое количество языков. Это очень классно. Действительно разное? Да. Нейронка от Google дублирует видео на разные языки. Загружайте ролик, а нейронка переведёт всю речь на другой язык. Искусственный интеллект озвучивает видос клонированным голосом, синхронизирует тайминги и добавляет липсинг, чтобы слова попадали в губы. Будущее дубляжа? Это то, что сейчас пытается внедрить YouTube, но как бы на первоначальных стадиях. То есть они дали разрешение не только на то, чтобы ты ставил субтитры на другом языке, но ты ещё можешь загружать озвучку на другом языке. А этот сервис делает это автоматически. То есть тебе не надо нанимать людей, платить им, чтобы они переводили и профессионально озвучивали твои видео. Ты можешь становиться популярным в любом языковом пространстве. Ну, зачастую это просто... Ну, никто не платит кому-то, чтобы переозвучивали их видео. Ты смотрел видео мистера Биста? На русском? Нет, не смотрел вроде. Ты можешь зайти на его канал и посмотреть в русское озвучивание. Человек возрастом от одного года до ста лет. Каждый заперт внутри отдельного стеклянного куба. Ну, я не знаю насчёт мистера Биста. Вот есть много, вот тот же Даг, например, или очень много американских каналов, или там австралийские каналы берут. Тоже, получается, русскоязычные каналы на этом и живут. Они просто берут там, например, один канал создают на Дага, там другой канал создают ещё на кого-то. Но это не всегда законно. То есть некоторые... Это официальная озвучка. То есть они договорились с создателем. Не все так делают. Это ещё более как бы неплохо. Но есть правило такое в Ютубе, запрет повтора видео. Да, есть. И оно может под это в скором будущем попадать. Ютуб хочет с этим бороться и делать, чтобы вся озвучка была на одном канале. Ну, я о том, что... Это как я поняла. Официальная озвучка, это значит, что создатель русскоязычный связался с владельцем канала, сказал, вот есть большая русскоязычная аудитория. Я так мать давала, очень долго смотрела. Есть очень большая русскоязычная аудитория, которая заинтересована вашим видео, но есть языковые преграды, которые мешают ознакомиться с ними. И вот я могу там бесплатно просто как бы дублировать ваши видео у себя на канале и забирать просто монетизацию и вставлять в видео. Даже не бесплатно, а есть такое, что они платят даже тебе. То есть дубляжоры платят тебе за использование официального разрешения. Видео повторяется на Ютубе два или три раза в зависимости от количества языков. И как я поняла с будущих обновлений, которые хочет выкатить Ютуб, как бы сейчас эту возможность заливать несколько аудиодорожек дали небольшому количеству блогеров. Таким как вот Мистер Бизн, да, он уникальный. Есть ещё несколько, есть группа блогеров, которые сейчас тестят это. Я была удивлена, зайдя на его страничку, и я включаю там русский язык. Ещё одна нейронка, которая бесплатно подберёт вам одежду. Выбираете форму тела, описываете предпочтения в одежде и даёте искусственному интеллекту-стилисту задачу. Например, надо хорошо выглядеть на собеседовании или на вечернем свидании. Модель с GPT-4 внутри даст несколько вариантов с фотками. Можно уточнить, что вам понравилось, поговорить с искусственным интеллектом как с настоящим стилистом, и результат станет более персонализированным. Вот так. Воспользовался бы такой услугой? Ты воспользовалась бы, я... У меня есть... Жена. На каждый... Нет, у меня есть на каждый день футболка, и я её надеваю. Они все семь серые, да? Да. А тебя как? Ты же будешь... Ну, ты же, скорее всего, целевая аудитория этой нейросетки. Ну, это интересно. То есть мне иногда в голову приходят какие-то такие сочетания одежды, о которых я бы, в принципе, раньше и не думала. Они тут особо ничего не скреативили, вот чёрное платье, чёрные шкары, белая сумка, чёрные шкары. Да, это только начало, я думаю, они прокачают это. Если будет спрос, да. Ну, это интересная штука. Но я думаю, стилистам, которые делают это за деньги, это очень не понравится. Ну, так же, как и программистам, которые программируют за деньги. Ну, как показывает практика, нейросет чем дальше, тем тупее становится. Поэтому человечество уничтожило потенциальную опасность своей тупостью. А, это про то, что чат GPT стал тупее, потому что... Да, потому что люди его отупили. Но зато нам не грозит захват компьютерами в ближайшем будущем, потому что мы их отупили. Превратить любого человека в Барби или Кена возможно. Просто загружайте фотографию в сервис Барби и получаете барберизированные фото. Можно выбрать пол, цвет волос, кожу и расу. В соцсетях превращают в Барби всех подряд. Мне не понравилось. Почему? Во-первых, ты не можешь выбрать бэкграунд или ещё что-то. А во-вторых, если ты хочешь загрузить фотографию без... Как это называется? Вот эти буковки на фоне. Watermark. Как это сказать по-русски? Его дизайн могут носить любого возраста. Если ты хочешь фотографию без watermark, ты должен заплатить 2 доллара за каждую фотографию. И они не всегда, типа, прикольные, интересные. Они просто могут быть парень в костюме на фоне океана. Но мы побаловались и нам понравилось. Вот здесь вы можете увидеть всё, что мы наделали в этом искусственном интеллекте. Google анонсировал самую мощную нейросеть в медицине. Эта нейросеть обрабатывает все типы данных и выполняет 14 медицинских задач. Система разбирается в дерматологии, мамологии, геномике, рентген... Короче, во многих отраслях. Она отвечает на любые вопросы в здравоохранении и анализирует рентгеновские лучи даже лучше, чем специалиста. Такими темпами искусственный интеллект станет незаменимым помощником для врачей. Я согласна с тем, что искусственный интеллект станет незаменимым помощником для врачей. Но я не согласна с тем, что он сможет их заменить. Ну, опять же, я не понимаю, для кого создаются эти нейросети. Это, наверное, единственное применение, которое я могу найти. Вот когда ты сидишь ночью и такой, ой, меня заколол бок. Сейчас я там веду всё, что у меня болит, и оно мне скажет... Да-да, ты умрёшь через три дня. Скажет, серьёзно это или не серьёзно. Всё равно врачи к этому не будут прибегать, потому что у них есть своя какая-то база знаний, на которую они ссылаются. А обычные люди не будут туда обращаться, так как им проще сходить к врачу, который им скажет, что к чему. Да, но иногда тесты — это такая штука, которую лучше, чтобы кто-то проанализировал. И мне кажется, что в процессе анализа компьютер всё-таки лучше. Люди лучше в процессе принятия решений, то есть какие лекарства выписывать согласно анализу. Есть то, что врач может не заметить. Человеческий фактор иногда не в лучшую сторону играет, а в худшую. То есть человек, он не робот, он может что-то пропустить, а робот не может пропустить. Но человек должен, с моей точки зрения, человек должен принимать решение, а не робот. Но робот может подметить то, что не подметил человек. Просто у врача ты можешь спросить за анализ, а у машины уже ты не спросишь, ты не скажешь, и ты мне неправильный анализ выписал. Какой анализ выписал? Что ты имеешь в виду? Таблетки? Врачу ты можешь предъявить что-то, а нейросетки ты ничего не предъявишь. В том-то и смысл, чтобы они работали вдвоём. Человек всё равно должен проверять машину. Эта нейросет для кого создана? Для врачей или для конечного пользования? Я так поняла, что для врачей, потому что в конце сказано, что эта нейросет станет незаменимым помощником для врачей. Ага, для врачей, окей. То есть это как бы как туз для них, но это не замена. Учёные продлили жизнь мышей на 9%. Мыши прожили на 6-9% дольше, что эквивалентно целым 6 годам для человека. Они просто соединили кровеносные сосуды молодых мышей и старых мышей, за счёт чего мыши жили дольше. Учёные не знают, почему это работает и почему молодая кровь омолаживает старый организм. То есть все эти ужасные традиции, когда там в крови молодых женщин купалась императрица, это всё имело смысл? Серьёзно? Ну, видимо, да. На мышах доказано. В США растёт число случаев опасной аллергии на мясо, вызываемой укусом клеща. Короче, есть какой-то клещ, когда он кусает, у тебя начинается аллергия на мясо, и ты не можешь его есть. Людей везут в скорую, спасают, чуть ли не под реанимацией. И водится этот клещ. В США, ребята, я люблю мясо, я не готова от него отказываться. А где этот, где вспышки заболеваний нашли? Сейчас тебе скажу, секунду. Люди с подозрением на АГС, это вот эта штука, когда кусают, и у тебя аллергия, преимущественно находились в районах, где, как было установлено, обитает клещ одинокой звезды, особенно в Арканзасе, Кентукки, Миссури, в округе Салфок, штата Нью-Йорк. Ну, короче, не тут. Это мы едем через три недели. Нет, тут, в общем-то, и тоже хорошо. Спасибо. Да, тут можно есть мясо безопасное, не боясь того, что умерешь. Клещи-одиночки кусают людей, широко распространенные на юге и востоке США. Но специалисты предупреждают, что зона их обитания расширяется из-за изменения климата. BMW показала первой в мире авто, которая может извинять... BMW. Извиняться. Перед своими покупателями. За то, что у них BMW. BMW показала первое в мире авто, которое может изменять цвет с помощью программы. Да, функция на самом деле очень интересная. Ты видел какие? Оно, наверное, оно, скорее всего, построенное на основе... Оно делает как бы узор на машине. Оно и полностью меняет цвет, то есть это построено на основе электрических чернил, E-Ink, дисплей, и раньше были в читалках. Может, кто-то помнит. Но они пока только белые и серые, то есть нет различия цветов, но BMW обещают. Это не тяжело сделать, потому что есть цветные E-Ink дисплеи, они присутствуют как явление. Очень большой плюс, что ты сможешь менять цвет с белого на чёрный, который тебе надо. Там зима, например, на улице, ты хочешь больше света поглощать, поэтому переключишься на чёрный цвет. Или если там лето на улице, ты хочешь, наоборот, меньше света, меньше тепла поглощать, да, и переключаешься на режим белой машины. Они, в принципе, там так и указали, что в зависимости от погодних условий это должно быть очень удобно. Да, может быть. Ну, смешно ещё будет, если ты привык, что едешь всегда на белой машине, а там припарковался, что-то холодно стало, пришёл, а машина чёрная, и ты не узнал свою машину. Как я поняла, она не меняет цвет без твоего ведома, то есть это делаешь ты, когда ты хочешь. Но всё равно ты можешь, ой-ой, типа холодно, оставить чёрную машину, ты привык к белой и ищи на парковке. И ещё минус в стыках панелей, то есть поначалу, как минимум, это будет не то чтобы очень идеально. Но как они будут легализировать это? То есть как бы цвет машины должен быть указан в документах. Они теперь будут писать мультиколор? А они могут сделать, например? Это же то же самое, по сути, что ты берёшь и перекидываешь номера. Ты перекидываешь цвет машины. Если ориентировка, если в розыске ориентировка на белую машину, а ты взял, нажал кнопку, и она стала красной, я думаю, что это не очень прикольно будет работать с законом. Ну да, это есть такая проблема. Ну, anyway. Не всё так однозначно. Я не знаю, зачем это надо. Я не знаю, стоит ли переписывать законы для того, чтобы машина могла менять цвет. Ну, это прикольно. Ну, это прикольно, да. Японский автопроизводитель Honda собирается презентовать свой первый спортивный электрокар в честь 75-летия компании в конце этого года. У нас была Honda. Мы её любили. Да, но она была не спортивным автомобилем. Она была 20-летней развалюхой, самой любимой развалюхой. Что ты думаешь про этот электрокар? Очень интересно, сколько он проедет на треке, потому что электромобили в таком боевом режиме проезжают чуть ли не 50 километров на треке и всё. Гонки не выиграет, в общем-то, да? Да, и ещё это Honda. Да, у Honda нет особо большого экспириенса по постройке электромобилей. У них вроде бы вообще нету ни одного прям электрического автомобиля. Поэтому ожидаем какую-то плохую машину, скорее всего, но... А потом она станет очень редкой и будет очень дорого продаваться. Как сегодня там рассказывали у тебя в ютубчике, что ты смотрел. Ну, это не про электрические машины. Ну, это инженерал, но всё равно не работает так. Жаль. Объявлен новый Toyota Land Cruiser. Спустя всего три года после прекращения производства в Северной Америке Toyota Land Cruiser возвращается совершенно новым дизайном в стиле ретро. Помимо классического внешнего вида, новый Land Cruiser также будет иметь более доступную цену, чем раньше. И под более доступной ценой сейчас я найду... Это 50 с половиной тысяч долларов на тряпки. В ней будет море заглушек. Но плюсом будет то, что даже в базе у тебя будет блокировка заднего и центрального дифференциала. Но не будет электроподъёмников и электрического регулирования сидения? Электрического регулирования сидений не будет точно на самой дешёвой комплектации. Но электроподъёмников то, что не будет. Я спрашиваю, я не знаю. Нет, электроподъёмники будут по-любому. Да, потому что ты показывал мне салон внутри, и я прям была в шоке. Это как-то там 1987 Edition, как-то так называется. То есть они взяли, вот как они и говорили, что они просто взяли вот Land Cruiser и отсели от него всё лишнее. Поэтому там одни заглушки. Ну, да, говори спасибо, что у тебя есть сейфти хотя бы. То есть что она остановится, если ли человека увидит, с полосы не выйдет. А, то есть это тоже там есть? Это есть, да. Но электрическую регулировку сидений, да, если хочешь, уже какие-то такие более лакшери, я бы не сказал, фишки. Но если хочешь какие-то такие более... Если хочешь поставить то, что ты хочешь, будь готов, плати сверху. Да, но Land Cruiser никогда дешёвыми и не были. То есть если взять предыдущее поколение Land Cruiser, они продавали его тысяч за 80, тут, если я не ошибаюсь. 85, сейчас я гляну, у меня были цены. Да, где-то 85 тысяч. Поэтому 55, это звучит очень классно, потому что 50 тысяч — это сейчас что? Forerunner TRD Pro. А эта машина, конечно, не намного больше, чем Forerunner, но Land Cruiser как бы это и имя имеет, имя бренда, да. И выглядит просто. Ну, выглядит, да, интересно. Мне понравилось. Да? Да. Какой? С круглыми фарами или квадратными? Квадратными. С круглыми он похож чем-то мне на джип. Или на Ниву. Не всё так плохо. Маск возобновил аккаунт Канни Веста после ребрендинга Twitter. Ранее рэпера заблокировали за антисемитические комментарии. Как сообщает The Wall Street Journal, рэпер не сможет монетизировать свой аккаунт с почти 32 миллионами поклонников. Реклама там вообще не будет появляться. Я смотрела, он пока ничего не запостил. Нет? А у него последний пост, что он скажет, что он думает про евреев? Там ничего нет, страница пустая, вот смотри. Ну, если вы помните, почему его заблокировали, его заблокировали, потому что... Заходим на X, на иконка Twitter. Он последнее, что написал, было, сейчас я пойду спать, и когда проснусь, я напишу, что я думаю про евреев. И его забанили, получается. Мы таки не узнали, что он думает про евреев. Это да. Его отразбанили, и поэтому я спросил, какой следующий пост у него был. А то он допишет наконец-то, что он думает про евреев или нет, чтобы его забанили ещё раз. Нет, я думаю, что больше он с таким не шутит. Больше его не забанят. Потому что я... Потому что он друг. Илона Маска. Илона Маска. У 30 всё совсем плохо. Самая быстрорастущая соцсеть в мире теперь быстрее всех теряет активных пользователей. Из зарегистрировавшихся 100 миллионов пользуются заменой Твиттера меньше половины. Сидишь в 30? Конечно, сижу. Нет, не сижу. Я его удалил где-то через два дня после того, как установил. Я посмотрел, что там нет особо чего делать. У меня как... Я и в Твиттере не сижу, так и в 30-х не буду сидеть. Я сидела в Твиттере очень длительное время, когда была подростком. Потом я закинула свой аккаунт. Потом я не смогла найти к нему пароль. Создала новый. Это я сейчас про Твиттер. А 30 я зарегистрировалась, делала несколько постов. И как бы бум на них угас. Периодически захожу, смотрю, но ничего особо нового там не появляется. К сожалению. Ну, если Цукерберг сказал, что это ожидаемо, значит, ожидаемо. Но какой у него план? Какой? Не знаю. Обычно, когда у людей всё идёт не так, как они хотели, они говорят, что всё идёт по плану. Так что как бы, возможно, это именно та история. В Сан-Франциско убрали знак Х, твиттеровский знак Х, после того, как соседи подали 24 жалобы. Новый знак Х, Твиттер, был снят в понедельник после того, как город Сан-Франциско объявил компании выговор за установку гигантского мигающего знака над своим зданием без разрешения. Твиттер сказал, что этот знак они установили для какого-то мероприятия, на что город ответил, всё равно они должны были взять разрешение, и город разрешил без разрешения снять, потому что для того, чтобы снять этот знак, им также нужно разрешение. Но город разрешил Твиттеру снять этот знак с крыши без разрешения, потому что оно очень мешало или что. Разрешение на строительство технически требуется и для демонтажа вывески, но демонтаж был разрешён из соображений безопасности. Сказал представитель департамента. Так они же повесили икс вместо Твиттера. Да, но они не взяли разрешение. И как я поняла, эта вывеска была то ли очень яркой, то ли что. Она там очень сильно светила. К сожалению, мы так и не увидели её вживую. Ну. Всё мешает иксу стать иксом, кем бы ты ни был, даже самым богатым человеком в мире, если этот знак не должен там стоять, даже на твоём здании, которое ты рентуешь, может, которое даже в твоей собственности. Ты всё равно должен взять разрешение. Ты всё равно должен взять разрешение. И не важно, что ты Илон Маск. Да, это, конечно, хороший показатель. Это радует. Посетитель концерта подал заявление в столичное управление полиции Лас-Вегаса. Полиция не упомянула Карди Би в своём заявлении, но адрес в отчёте об инциденте совпадает с местом, где она выступала в субботу. История в чём? Весь Твиттер шумит о том, что Карди Би швырнула в своего фаната микрофон. И на концерте она кричала, что как бы плесните на меня воды что-то в этом репертуаре. И непонятно, кричала она это до или после того, как в неё реально плескнули водой, плеснули водой, и она швырнула в публику микрофон. Я понимаю, сейчас такая ситуация, как бы люди начали себя неадекватно вести на концертах, что мне не нравится, и я не поддерживаю. Инцидент в Лас-Вегасе в субботу является лишь последним из множества подобных сцен на концертах, когда артисты стали мишенью для предметов, брошенных в них сцене, в результате чего некоторые артисты получили травмы. Рэпера Дрейка ударили мобильным телефоном на концерте в Чикаго в этом месяце. Один фанат выбросил прах своей матери на сцену на концерте певицы Пинк в Лондоне, а певец Гарри Сталс был замечен в видео, держащим левый глаз и вздрагивающим после того, как неизвестный предмет ударил его по лицу на концерте в Вене. Я считаю, что когда ты покупаешь билет на концерт, ты подписываешь такую невидимую сделку вести себя адекватно к человеку, которому ты пришел на концерт. В распоряжении американских властей есть предметы, созданные внеземным разумом, в том числе транспортные средства инопланетного происхождения. Однако правду о контактах с пришельцами десятилетиями скрывают от широкой публики разведка и Пентагон. Такое сенсационное заявление прозвучало в среду в американском конгрессе на первых в истории официальных слушаниях, посвященных НЛО и контактам с внеземными цивилизациями. Причем сделана она была под присягой офицером военной разведки США Дэвидом Грашем. Я думаю, что ему надо пить таблетки, а то он по жопе получит, потому что это какая-то шиза, и он может отъехать в тюрьму за предоставление ложных показаний под присягой. Помимо Дэвида Граша на слушаниях в комитете конгресса выступили еще два свидетеля, также сотрудники Пентагона. Все три докладчика поделились с конгрессменами собственным опытом контактов с инопланетянами и ответили на возникающие у законодателей вопросы, насколько это позволяло секретность данных. Ждем видео от Утопия Шоу, где он это все разберется, узнает, что один из них это писатель, который пишет про НЛО и рекламирует свою книгу, один просто ведомый парень, который уже потерял связь с реальностью, да. Поэтому, скорее всего, вот эти вот заявления, они как были ложными там лет сорок назад, так и ложные, я думаю, сейчас. Бездомных с Аляски могут отправить в Калифорнию. От этой новости у меня подгорело. Марк города Анкарид, штат Аляска, назвал Сан-Диего как одно из возможных мест, куда могут отправить бездомных из самого северного штата. Он заявил в пресс-конференции, что рассматривает возможность покупки бездомным людям билета в один конец в любую другую часть США перед наступающей зимой. Марк напомнил, что в прошлом году во время холодного сезона на улицах Аляски насмерть замерзли 8 бездомных. Дабы сократить количество жертв наступающей зимой, мэр советует отправить жителей без постоянного места жительства в Лос-Анджелес, Сан-Диего, Сиэтл или Канзас. Знаете, ребята, нам своих хватает, держите, пожалуйста, просто оденьте их и дайте им ночлег. Я считаю, что это несправедливо к жителям Калифорнии. А Майами почему не рассматривают? Потому что Калифорния резиновая. Давайте купим сразу билет на Гавайи, почему уж? А Гавайи, в свою очередь, вроде бы Гавайи, дают такую фишку, что они предлагают гавайским бездомным... Билет куда угодно? Билет куда угодно, но те не соглашаются. Ну, я думаю, бездомные... Большой процент бездомных по всей Америке собирают деньги на билет на Гавайи. Они там сидят, просят, просят там 2-3 месяца, чтобы насобирать на билет, расчесываются, умываются, идут в аэропорт и начинают новую жизнь на острове. Новую, старую жизнь, я бы сказала. Да. Не, ну, конечно, жаль бомжей, которые замерзают просто на улице в Аляске. Нет, это ужасно, это не смешно, но переселять всех бомжей в Калифорнию, я считаю, что это не выход. Там рассматривается и Арканзас, и... И это нечестно к людям, которые платят налоги в Калифорнии. Да. Хотя в Аляске зарплаты очень большие, я знаю. Да, я тоже слышал. Что из-за погодных условий там готовы платить больше, чтобы люди оставались, жили и работали. Там, в принципе, если ты переезжаешь, даже не покупаешь дом, просто переезжаешь, тебе платят какую-то там сумму космическую, но ты должен прожить какое-то время. В Калифорнии появился опасный вредитель. В Калифорнии был обнаружен инвазивный вид мухи-фруктовки. Калифорнийский департамент сельского хозяйства объявил об введении карантина для сельскохозяйственной продукции в одном из районов округа Лос-Анджелес. Смысл в чём? Недавно к нашим друзьям домой приходила служба и попросила поклеить возле дерева листочек А4. Они рассказывали о каком-то виде мух, которые завезли какое-то время назад, и сейчас они хотят убедиться в том, что их до сих пор нет, то есть они вывели в своё время всех. И вот это место в округе Лос-Анджелес, которое сейчас под карантином, там закрыто, и нельзя вывозить никакие фрукты. Смысл в том, что когда эти мухи садятся на фрукты, фрукты начинают гнить, и это очень печально для сельского хозяйства и в принципе для садоводства, как фруктоводство. Спасибо, что были вместе с нами. Подписывайтесь, ставьте колокольчик, пишите комментарии, и до скорых встреч. А ты ничего не скажешь? До свидания. Пока-пока. Пока-пока.